Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить соленые огурцы. Назовем мы их холостяцкими или командировочными. Почему так? Ну, я думаю, в процессе приготовления вы поймете сами. Предварительную стадию вы уже видели. Нужно, первое, с чего всегда все начинается, помыть продукты, в данном случае огурцы. И необходимо их минимум на 2-3 часа поместить в воду, чтобы они немножечко в ней постояли. У меня огурцы простояли, ну, где-то часа 3, наверное. Что для этого надо? Чеснок, вот я его уже порубил, там 10 огурцов, ровное количество я взял, примерно, ну, с полкило. Достаточно, ну, двух зубчиков. Потом зелень, петрушка, тоже предварительно, как говорится, нарезанная, порубленная петрушка и укроп. Лавровый лист, ну, в зависимости от величины, можно либо один взять большой, либо там два маленьких. Что еще? Соль и сахар. Соли где-то ложечку на такое количество и сахар примерно пол чайных ложечки. Ну, вот и все, да. И у нас еще перец. Перец. Единственное, что, как бы, у меня пока не подготовлено, это перец. Мы берем и слегка его, как говорится, разминаем. Все, сильно разминать не надо. Вот этого вполне достаточно. Все, предварительные подготовительные работы мы с вами провели. Да. И, ба-бам! Нам требуется для этого никаких ни банок, ни кастрюли, ничего, никакой тары. Достаточно. Пакет у меня, видите, такой навороченный. Склеивается, запаковывается. Можно взять обыкновенный полиэтиленовый пакет, потом его завязать. Все, что вот вы видите на столе, что я вам показал, все это мы складываем в этот пакет и все. И больше ничего не нужно. Потом немножко перемешаем, но сейчас я это все и проделываю. Достаем наши огурцы, кидаем их в пакет. Вот все наши 10 огурцов в пакете. Дальше, что, вот это у нас соль. Так, мы берем, как я говорил, вот одну чайную ложку. Засыпаем. Отставляем пиалку. Это у нас сахар. Ну, примерно половина. Чайные ложки сюда же. Так, ложка нам уже не нужна. Чеснок весь. Вот эти два зубчика, о которых я говорил. Наши петрушки, укроп. Сюда же. Так, пересыпаем это все. И что мы возьмем? Два маленьких или один большой? Давайте два маленьких. Да, вот таких вот. Два маленьких лавровых листочка. Все. А, стоп, забыл. Без этого у нас не будет остроты. Здесь перец черный. Ну, вот. Все в одном пакете. Теперь давайте мы его заклеим или завяжем. У кого какие пакеты. Попробуем склеивать. Он должен склеиться. Да, вот мы его склеили. Да? Все? Все. И теперь, что нужно сделать? Все это перемешать, чтобы оно примерно, более-менее равномерно распределилось. Да, вот смотрите. У нас все примерно так вот равномерно распределилось. Вот видите, да? Все примерно. Все. Ни банок, ни кастрюль, ни катушек. Ничего не надо. И дальше, что? Ну, желательно в тарелочку. Огурцы пустят в стол. И оставляем при комнатной температуре часа на два. И после этого в холодильник. И примерно через 6 часов они уже будут готовы. Когда они будут готовы, я их достану. И мы, собственно говоря, завершим процесс приготовления дегустации. Продолжаем. Достаем из холодильника наши огурцы. Посмотрим, что у нас получилось. Вот наши огурчики, которые у меня 2 часа, 3 даже часа, простояли на кухне. Потом я их поместил в холодильник. Ну, запах уже хороший. Так, достаем первый попавшийся. Разрезаем. Вот, смотрите, что у нас вышло. Давайте я его еще разрежу пополам. Так, вот такие у нас получились огурцы. Попробуем. Хорошие, такие крутящие, малосольные огурчики. Сейчас к ней картошечку на сальце и эти огурцы будут самое то. Ну, вкусно. Пожалуй, я бы немножечко больше добавил соли. Но, на самом деле, они зарастают. Все их не съешь. Поэтому, если они еще постоят, ну, скажем, день, 2-3 у вас, то они будут еще солонее. Может, соли, кстати говоря, и достаточно. И еще один момент. Я провел маленький эксперимент и отрезал попы. Обычно рекомендую отрезать попы, тогда они сходятся еще быстрее. Это первое. Вот. Но есть второе. Выделяется много сока из огурцов. Это, в общем-то, не очень, наверное, хорошо. Вот, если вы заметили, сока здесь почти нет. А когда нарезаешь им попы, то сока намного больше. Вот это и есть рассол, натуральный рассол, как говорится. Вот, собственно говоря, и все. Кто-то смотрел до конца, ему понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал и ждем следующих кулинарных роликов. А они не за горами. Всем пока, всего доброго, берегите себя, своих родных.